Нашим настройкам, что мы видим с вами в панели? У нас панелька, которая может перемещаться по экрану. Мы берем вот ее за верхнюю часть, за шеститочие и двигаем. Это сделано для удобства, потому что настройки занимают какое-то место, и когда вы работаете с сайтом, они могут перекрывать то, что вы делаете, да, вы не видите процесс. Соответственно, разработчики, в отличие от версии Helix 1, где панель была всегда слева, сделали возможность визуального перетаскивания панельки для работы. Это очень классно, очень удобно. Я уже привык. Я думаю, что привыкнете и вы. Итак, базовые настройки. У нас состоят из вот 8, получается, разделов. Мы начнем с первого. Логотип сайта. Мы можем сделать логотип в виде изображения либо текста. Когда здесь не выбран логотип, то у нас с вами стоит всегда логотип самого шаблона Helix Ultimate. То есть он будет по умолчанию всегда вставать. Только мы выберем с вами какой-то логотип, он заменится. Логотип у нас может быть еще и текстовый. Если мы переключимся, то у нас сразу же меняются настройки. Да, хочу сказать один момент. Когда вы здесь применяете настройки, они автоматически появляются на сайте. Но вот в этом редакторе, да, на самом сайте ничего не меняется. Чтобы поменялось на самом сайте, вам нужно здесь нажать «Сохранить». Ждете сообщения об успешном изменении, и тогда у вас на самом сайте после обновления произойдут изменения. Что здесь мы можем сделать? Мы можем сделать текст. По умолчанию, опять же, вывелось название сайта, которое мы задаем в общих настройках. Мы можем здесь поменять. Например, «Турагентство Остров». Раз. Видите, он сразу не меняется. То есть, видите, я написал, и ничего не поменялось. Но если я сейчас просто щелкаю куда-то в неактивное поле, настройки применятся. Вот так это выглядит. Но текст, скажу вам сразу, никогда ни разу не использовал. Я думаю, что и вы не будете этим пользоваться особо. То есть, он выглядит не очень, как-то несуразно, и смысла в нем вообще нет. Поэтому возможность есть. Пользоваться будем? Я думаю, что нет. Возвращаемся на изображение и заходим в логотип. У нас открывается наш с вами интерфейс, где мы можем с вами загрузить новую картинку. Можем создать папку. Да, это папка «Images» в корневой директории сайта. Давайте загрузим логотип. Я подготовил здесь логотипчик в SVG формате. Это векторный формат высокой четкости. Логотип примерно где-то 300 на пикселе в ширину, 90 в высоту. Но вы можете делать произвольный, подбирать, смотреть, как у вас будет выглядеть. Потому что логотипы бывают разные. Здесь, конечно же, на нашем сайте в приоритете логотип горизонтально вытянутый, то есть прямоугольный. Если будет логотип квадратный, то смотрите, как это будет выглядеть. Вот у нас есть панелька, ее можно расширять, да, вот этот хедер. Но квадратный логотип это вот так. Прямоугольный это все-таки вот так. Если квадратный большой, то это будет вот так. И вам вот эту панель, вот эту, да, видите, которая у нас фиксируется, вот она, с прокруткой, вот эта полоса. И вам придется делать шире гораздо. То есть шапка будет крупнее. Мельчить, делать мелкий логотип. Будет мелко, не видно, да. Тут, соответственно, нужно найти золотую середину и поставить такой логотип, который, ну, будет смотреться лучше. Можно даже переделать какой-то стандартный логотип, квадратный, добавить ему слоган, и он у вас уже станет горизонтальным, да. То есть тут все по ситуации. Загрузим наш логотип, который я подготовил. Можно просто перед, так, минуточку, не перетаскиваем, а плод. Да, вот так выбираем. Открыть. Здесь воспринимается SVG графика, то есть шаблон работает с SVG изображениями. Можно и PNG. PNG у нас без фона. SVG у нас тоже без фона. JPEG у нас будет с фоном. Поэтому, смотрите, если у вас сайт с белым фоном, можете использовать JPEG фотографию или там логотипа с белым фоном. Но имейте в виду, что JPEG, он, это формат невысокой четкости, да. Соответственно, у вас логотип, скорее всего, будет на ретино-дисплеях, на телефонных, да, дисплеях, где высокая четкость, он будет у вас размытым. То есть советую использовать логотипы в SVG формате. Итак, смотрите, мы установили наш логотип. Он кажется, что мелкий, но мы еще с вами его подкорректируем по размерам. Здесь же можем указать логотип ретино. Вот о чем я вам говорил, да. Тут есть подсказочки, если вы нажимаете вот на эти знаки вопросиков. Я постарался там не просто сделать перевод, а максимально объяснить, за что отвечает данная настройка, данный функционал. Вот логотип ретино. Этот логотип будет отображаться на дисплее ретино. Логотип ретино должен быть в два раза больше логотипа по умолчанию. Скажем, если логотип по умолчанию 100 на 100 пикселей, то логотип ретино должен быть 200 на 200. Это касается и JPEG графики, и PNG графики. То есть, если обычный логотип у нас 100 на 100 пикселей, к примеру, то логотип ретино мобильный вам нужно указать 200 на 200. Ну и, соответственно, если 400, например, 200 на 300 на 100, то ретино должен быть 600 на 200. Тогда он на мобильнике сжимается, и он кажется качественнее, да, то есть количество пикселей на дюйм увеличивается, и, соответственно, четкость изображения лучше. Но чтобы не пользоваться вот логотипом ретино, я стараюсь не загружать сюда, да, я делаю просто в SVG. SVG формат – это формат высокой четкости. Видите, я как не увеличиваю, видите, он у меня четкий в любом случае. Вот это тоже SVG. Соответственно, лучше делать в нем. Мобильный логотип. Этот логотип будет отображаться в мобильном представлении, то есть на мобильной версии сайта, вместо логотипа по умолчанию. То есть мы можем вообще два разных логотипа сюда поставить, ну, имеется в виду разного формата. То есть здесь иконка слева, название справа. Можем сделать логотип, где иконка будет у нас наверху, а название у нас будет внизу. И загрузить его сюда. И он у нас на мобильниках будет выводиться, вместо основного. Поле можно оставить пустым, если вы не хотите показывать другой логотип для мобильных устройств. По идее, если грамотно сделан логотип, он используется вот один раз здесь указали. Эти настройки уже делать необязательно. Следующий момент. Альтернативный текст слогана. Давайте его напишем. Турфирма. Фирма. Остров. Не остров, а тревел у нас. Тревел. Так, вот он применился. И что это означает? Это просто означает, что у нас в коде есть альтернативный текст для логотипа. Сейчас объясню. Нажимаю «Сохранить». Это как и для обычных изображений, когда мы с вами создавали сайт. Этот код у нас присутствует... Ой, это название присутствует в коде. Если мы посмотрим просмотр кода через правую кнопку мыши, мы увидим, что у нас есть тег «Альт». Видите, да? «Альт» — «Турфирма» — «Тревел». Это больше для SEO, для поисковых систем, чтобы поисковая система понимала, что это за изображение. Вы его просто как бы называете, да? Можно было написать «Логотип», «Турфирма», «Тревел». Все. Плюс этот текст появляется, когда, например, у человека графика не загружена, отключена в браузере, да, мало ли, то у него будет просто написано текстом. То есть вместо картинки идет описание, вот это «Альт». Да, и человек понимает, что на картинке, например, изображен «Мидлсбро». «Город Мидлсбро», «Англия». Да, вот подписать все, это будет понятно. Соответственно, мы для логотипа можем это делать. Далее. Высота логотипа. Здесь мы можем с вами регулировать. Сейчас у нас 36 пикселей, да? Но логотип у нас по умолчанию где-то 90 пикселей. Сама картинка, если мы так, давайте не здесь, посмотрим. Сам логотип у нас, видите, внутренний размер 284 на 91. Это оригинальный размер данного изображения. Но, если смотрим первую строчку, размер после обработки, это, соответственно, после того, как мы загрузили в шаблон и вывели на сайт, 112 на 36. Видите, 36 пикселей. Это высота. То есть мы можем до 91 увеличить. Мы можем и больше сделать, но это будет смотреться некрасиво. Делаем 91, и вот теперь у нас логотип в полную нашу с вами высоту. Но обратите внимание, что хедер, вот это вот поле, да, хедер, оно не изменилось. Оно у нас настраивается немножко дальше. В следующем блоке, видите, высота заголовка. Мы можем здесь его менять. Но если у нас логотип 91, мы можем сделать здесь, давайте сделаем 100. Мы это еще с вами разберем. Так, 100. 100 он не хочет. Давайте, знаете, как сделаем. Просто здесь немножко уменьшим. Давайте 70 пикселей. То есть мы можем регулировать высоту нашего с вами логотипа. Мы еще это все с вами будем регулировать, поэтому тут невозможно сделать одной настройкой, сразу все. То есть примерно, вы поняли, да, то есть высоту этой картинки мы с вами можем менять. Давайте сделаем более-менее комфортный размер пока, чтобы у нас все было чики-пуки. Так. И 60. Вот оставим так. Пусть потом дальше мы с вами еще отрегулируем. Отлично. Высоту нашего логотипа мы научились менять. Следующий настройок это Favicon. Загрузите картинку 16 на 16 пикселей в формате PNG или SVG изображения, которое будет вашим Favicon. Favicon это вот эта вот иконочка у вкладки браузера, которая выводится и в поисковых системах в Яндексе, и в браузере. То есть уникальная такая иконка, которая определяет сразу, что это ваш сайт. Там можно вставить логотип, что угодно. Но это должен быть квадратный формат 16 на 16 пикселей. Я обычно делаю 32 на 32 и не в формате PNG, а я делаю в формате SVG. Это можно все легко сделать в графическом редакторе Figma, собственно, где я и логотип сделал. Запустил готовую иконку, название, все это составил. И просто выкачал и сделал отдельную иконочку 32 на 32 пикселя. Вы можете это сделать тоже без проблем. Найти иконку, либо отрисовать. И после этого вам нужно сюда загрузить. Также сделаем upload. Вот у меня Favicon уже готова. Формат SVG. Ок. Вставили. Все, она у нас появилась. Теперь нам нужно сохраниться. Идем на главную, обновляемся. И обратите внимание, видите, у нас на главной странице поменялся Favicon. Он встал в виде вот этой вот пальмы с острова. Но его может быть плохо видно. Почему? Потому что у меня браузер имеет свои настройки. Как вы знаете, Google Chrome, да может и другие браузеры, могут менять темы. И вот эта панель, она может быть абсолютно любого цвета, оттенка и так далее. И вы тут не угадаете с тем, чтобы ваш Favicon корректно смотрелся. Главное имейте в виду, что у нас есть с вами, например, Яндекс. Если мы что-то там напишем. У нас, видите, Favicon. Яндекс имеет такой вот белый, даже не белый, какой-то темный фон. Грязноватый такой белый. На котором эти иконки есть. То есть, если вы сделаете белую иконку, она тут будет сливаться и ее будет не видно. То есть, как вариант, вы можете сделать вообще фавиконку с заливкой цвета. Вот, например, вот так сделать ее. Вот так, на белом фоне. Но тогда у вас здесь будет белый квадрат, а на нем будет фавиконка. Либо, например, черный квадрат, а на нем белая фавиконка. Да, то есть здесь вам нужно просто определиться, как вам лучше сделать. Либо не париться и сделать без фона, а там уже как будет. Да, главное, что она есть. Вот. Отлично. С этим мы с вами разобрались. На этом настройки нашего с вами логотипа завершены. Мы с вами разобрали, как правильно его загружать. Как правильно делать фавиконку. Как работать с высотой логотипа. Но мы еще это все будем отлаживать. Да, это не одномоментный процесс. Невозможно сделать сразу правильно. Да, то есть это еще зависит от некоторых других настроек. От меню, которое мы будем сейчас сюда переносить. От высоты хедера и так далее. То есть здесь уже идет сейчас полноценная работа по настройке шаблона. У меня на этом все. Переходим к следующему видео. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова